Отец Хрисанф выполнял несколько лет послушания катехизатора среди школьных организаций, дошкольных учреждений и среди детей и молодежи. Его знакомство с темой педагогики не теоретическое, а очень даже практическое. Отец Хрисанф, передаем вам слово. Да. Благодарю. Ваше Высокопреосвященство, госпожа Левика, дорогие отцы и братья, уважаемые слушатели, коллеги, всем вам я сердечно благодарен за возможность нашего общения, продолжения нашего общения, которое, как Ирина справедливо сказала, простирается на годы. Единственное, о чем она умолчала, что мое послушание к катехизатору началось не несколько лет назад, а в 1998 году. И вот эта практическая работа, она продолжалась вплоть до 2015 или 2016 года. И сейчас, так сказать, по мере замещения, по мере появления в образовательных учреждениях других священнослужителей, мое участие в образовательном процессе снижается. Хотя на сегодняшний день на меня возложена обязанность организации корнильевских чтений. Это образовательный форум, который проходит в нашем монастыре, но по своему значению он вырос в пределы нашего района, епархии, метрополии. И посещаемость этого форума довольно велика. Вот недалее, как вчера он проходил, то есть я приехал только сегодня. И надо сказать, что в очередной раз он собрал почти полный зал. Это 300 человек примерно. То есть вот практическая работа, она идет непрестанно. И каким образом это совмещается с моей монастырской обязанностью покаяния, я до сих пор этого не понимаю, но это происходит. И также меня радует то, что, ну не радует, а вот факт нашего общения, он подтверждает, что христианская община школы Иоанна Богослова, она распространяется, опять же, за пределы этой школы, по всему миру. И расставаясь в очередной раз друг с другом, мы с радостью встречаемся. То есть это говорит о том, что наше общение во Христе, оно продолжается даже тогда, когда мы находимся далеко друг от друга и длительное время друг друга не видим. Так что вот такая большая благодарность. Сразу скажу, что признаюсь, что впервые в жизни я написал доклад. Несмотря на вот это такое предисловие. И этот доклад был сделан, ну сначала это были как тезисы, потом все это выросло в полноценный текст. И этот доклад был сделан специально для наших уважаемых синхронистов, переводчиков. И чтобы не забыть поблагодарить их в конце выступления, я хотел бы это сделать сейчас. Огромное вам спасибо. Вы перевели это, да? Хорошо. Итак, я прошу вашей, так сказать, терпеливой поддержки в том, что чтобы вот этот мой первый опыт, он очень интересный, кстати, как я уже ощущаю, чтобы этот первый опыт чтения доклада лицом к лицу и одновременно заглядывая в него, в бумагу, чтобы это все состоялось. Благодарю Эвеле, потому что в ее сообщении прозвучали те такие вот опорные точки для моего доклада, для моего сообщения. И хотя она их не рассмотрела подробно, я ей благодарен за это, что она этого не сделала, потому что как раз подробно многие вещи будем разбирать мы с вами. И тема, заявленная, звучит как педагогические аспекты покаяния. То есть нашей сегодняшней задачей является что? Рассмотрение покаяния с точки зрения, ну, с помощью педагогических подходов. И если вам покажется, что какие-то для вас важные места мы проскочили, мы их не проскочили, просто вот мы будем идти дальше. Если вам покажется, что нужно на чем-то остановиться, вы обязательно это запомните и изложите свои мысли, просьбы в таких вот словесных вопросах. Как мне сказали, времени для нашего общения будет сегодня достаточно. Итак, если мы с вами привыкли считать покаянием позитивное, то есть с надеждой на прощение и стремлением к исправлению, переживание вины за совершенный проступок, а педагогику мы понимаем буквально как детоводительство, то для среднестатистического преподавателя и родителя покаяние может стать неплохим инструментом воздействия на учащегося в плане улучшения его показателей в учебе, повышения уровня дисциплины, нравственности, ну, в конце концов, успешной с точки зрения взрослого человека социализации. Чувствуете, как отец Алексей сказал? Чувствуете подвох, да? Взрослый человек бывает настолько увлечен такого рода процессом формирования личности ребенка, что не только старательно подменяет покаяние вполне себе греховным чувством вины, о чем мы неоднократно говорили раньше, но и вчистую забывает об участниках самого события покаяния, полагая, что всегда согрешает, то есть всегда неправ воспитанник, ребенок, и каяться и справляться ему положено перед праведными очами родителя или учителя, имея критерием оценки их выверенное и совершенное слово-указание. Таким образом, увлеченный своей педагогической ролью взрослый человек теряет опорное для самого себя и подлежащего его ответственности ребенка понимание того, что покаяние – это прежде всего состояние отношения всякого земнородного к своему небесному Отцу, что именно Он является истинным Отцом всех и каждого, и что лишь Его Слово, ясно выраженное в заповедях Ветхого и Нового Завета, является совершенным основанием развлечения добра и зла. Увлеченность педагогической ролью, игрой – сигнал о личностной неискренности, о неумении быть искренним, проявлении формы психологической защиты. Если от воспитанника действительно требуется осмысление своего проступка и исправление недолжного, то увлеченный профессиональным самолюбованием педагог или родитель может легко забыть о цели педагогической работы, не к себе привлекать воспитанника, выставляя критериям оценки детских и подростковых проступков свою взрослую правильность, но способствовать формированию гармонично развитой личности ребенка, в том числе в его связи с Творцом. Эта мысль требует пояснения. Если наш ученик, сын или дочь, почувствует нашу неискренность, а конкретно, если в диалоге нас, взрослых, интересует все, что угодно, а не свобода и целостность личности нашего ребенка, то мы сильно рискуем обучить его ответной неискренности и, как следствие, лишить присущие ему от рождения искренности во взаимоотношениях с Богом. Важно помнить, что взаимоотношения ребенка с родителями и лицами временно их замещающими есть только образ его взаимоотношений с Богом. Почему? Хотя бы потому, что и Папу, и Господа именуют одним и тем же словом «отец». Важно подчеркнуть, Бог не благословит подмену себя педагогам или родителям, когда основной задачей взрослых становится приведение ребенка не к Богу, не к личностному совершенству, а к самим себе. С христианской точки зрения это станет прямым нарушением второй заповеди синайского законодательства, и такое неблагословение выразится в педагогических или родительских ошибках, чего каждый из нас внутри себя не желает. «Если мы все грешны перед Богом, то этот факт не повод для ложного смирения, по святым отцам смирение паче гордости, то есть смирение больше гордости, хуже гордости, то есть не повод для безответственной пассивности родителей или педагога, а наоборот побудительный мотив к самоконтролю и ответственному труду над своим словом и делом. «Принося Богу свое личное покаяние в качестве повседневного самокорения или в церковном таинстве покаяния, и с изного, начиная качественно заниматься родительством и учительством, мы, взрослые, никак не должны тащить за собой чувство вины за своевольное и невольное несовершенство перед нашими детьми. Это ложное, греховное состояние способно быстро парализовать нашу добрую волю. Что же делать? В первую очередь помнить о том, что в своем личном покаянии мы прощены Богом, и Он поверил нам и доверил нам быть лучше. То есть перед Ним мы уже свободны, а перед детьми мы станем свободными от своих погрешностей и от чувства вины, когда свои обязанности перед Ними снова начнем выполнять ответственно. Взрослый человек хорошо знает, что уверенность и постоянство в словах и поступках приходят от знания блага. А что же делать с памятованием о своих грехах? Переживание собственных согрешений помогает нам осмысливать свою потенциальную способность ко всякому греховному поступку и избегать повторения или усиления таковых, а также парадоксально рождает непрестанную молитву. Согласно учению святителя Игнатия Бринчанинова и Феофана Затворника о непрестанной молитве, она бывает различных видов и форм. В частности, так называемая Иисусова молитва Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилыми огрешного, является наиболее совершенной формой непрестанной молитвы, требующей определенных условий повседневной нерассеянности и уединенной тишины. А, к примеру, простая память о том, что Бог видит наше сердце в его истинном, неприкрытом ложной человеческой правдой состоянии и по возможности частое возвращение к этой памяти, вполне может называться непрестанной молитвой, не требующей, скажем так, тепличных условий ее совершения. Могу засвидетельствовать, что такая опытная память о Боге жить не мешает. Вот в свое время, обращаясь к своему духовному наставнику, архимандриту Адриану, да даже не обращаясь, он мне как-то сказал, я вот обычно я молчал, а он мне отвечал о том, о чем я молчу. Вот так бывало часто. И однажды, обращаясь ко мне, он сказал, ты знаешь, Бог видит сердце человека гораздо лучше, чем рентген или УЗИ. Поэтому ты думай об этом. Ну и отпустил меня. А я ушел горевать о том, что я этого навыка не имею, но однако вот это приближение к нашему быту, оно очень помогло этот навык через какое-то время приобрести. Итак, понимая себя таким же, как и воспитанник чадом Божиим, педагог и родитель прежде всего сами обучаются у Богу тому, чему хотят научить своих детей, принося ему свое сыновное и дочернее покаяние и в целом живя полноценной христианской жизнью. Раскроем это утверждение. В христианском понимании основная педагогическая задача старшего поколения, то есть нас, родителей и педагогов, заключается в том, чтобы, получив свой опыт богообщения, богопознания, получив опыт борьбы за его сохранение, хотя бы не мешать Богу формировать личность наших детей и воспитанников. Согласен, что в таком случае смириться перед Богом очень тяжело, но он же не отнимает от нас наших детей, но только приглашает их к себе, так же, как в свое время и каждого из нас, сегодняшних взрослых. А нас лишь просят не препятствовать этому спасительному процессу. Помните, сегодня мы слышали? «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное» Матфея 9, 13. Каким же образом мы, желающие нашим детям всяческого блага, встаем преградой на их пути к Отцу Небесному, а точнее, на пути Отца Небесного к их детским сердцам? Основным препятствием этому является наша гордость, так называемая жестоковыйность. Вы это по-славянски шея. В разных видах и формах именно она выстраивает стену между нашими детьми и нами взрослыми, а значит, между детьми и Богом самим. Напомню, в взаимоотношении ребенка с родителями есть только образ его взаимоотношений с Богом. Стену эту дети называют лицемерием. Сначала наблюдая его у нас, а затем, обучаясь на основе подражания, приобретают лицемерие в качестве вынужденного или позитивного жизненного опыта. Более того, в своем максимализме многие подростки и Бога однажды считают лицемером, наблюдающего очевидные грехи взрослых и прощающего таковые грехи без видимого исправления этих взрослых. Вспомним сейчас наш собственный сегодняшний максимализм, порой требующих от детей или воспитанников немедленнейшего осознания и признания своей вины и такого же скорейшего исправления не только испорченного дела, но и в целом их внутреннего состояния. мы что сошли с ума? Дети отчетливо же видят, что мы требуем от них то, чего сами не выполняем перед лицом Божиим. У нас наблюдается эта нераскаянность. Когда однажды у отца Иоанна Крестьянкина в моем присутствии спросили батюшка, а что же такое в чинопоследовании таинства покаяния, священник читает «Прости их анафему и клятву по велиции своей милости». Что значит вот эта анафема, которую человек возлагает сам на себя? Что означает этот церковно-славянский оборот? И отец Иоанн ответил очень простыми словами. Он сказал «Это то, к чему человек снова возвращается, будучи нераскаянным». То есть он сам себя отсекает от церкви. Вот он сам на себя эту анафему возлагает тем, что он остается нераскаянным. То есть его покаяние, как мы уже многократно говорили сегодня, остается каким? Формальным. Преодолеть столь вопиющее к правде Божьей лицемерие можно лишь двумя способами. Потакать развивающимся детским погрешностям и пороком, то есть ложное смирение проявлять, точнее убийственная пассивность. Я не делаю, так как я могу его заставлять? Все мы грешные. И создавать соответствующую порочную, комфортную, в кавычках, среду жизни дома или образовательного учреждения. Или через личное покаяние, деятельное исправление и евангельское напряжение в повседневной жизни создать атмосферу жертвенной Христовой любви и доказать ребенку существование правды Божьей среди нас. Таким образом, мы и решим педагогическую задачу непрепятствования в детском богопознании. Хотелось бы остановиться на двух следующих моментах. Великий Макарий, именуемый еще церковью Макарий Египетский, который закончил дни своей земной жизни в 391 году, то есть в самом конце 4 века, не говоря уже об более поздних святых отцах, сообщил нам следующее. Если слово человека не подтверждено его же делом, то оно не имеет силы. Вот почему наши дети могут не слышать нашего слова, потому что мы сами его не выполняем. Они его принимают, но внутри детской души наше слово бывает и не закрепляется в силу своей невыполненности. Мы сами не сделали. Мы должны хорошо помнить, желательно нам хорошо помнить, что другому человеку мы можем дать только то, что имеем сами. И сегодня перед нами стоит очень важная задача сохранения чистоты душевной, телесной, личностной чистоты наших детей. Ну вот получается так, мы учим их хорошему, они нам кивают головами, выполняют какие-то задания, что-то получается, не получается, решают они какие-то вопросы, общаются между собой в своей подростковой среде и так далее. Вроде все хорошо. А вот что с ними происходит, что вдруг раз, происходит щелчок, совершается поступок, и для сохранения себя, для обретения себя, нашему ребенку, подростку, что приходит? приступать к покаянию. Ведь этот процесс происходит в школьные годы. Происходит, казалось бы, под нашим контролем. Где мы выпускаем, что мы не делаем? Я хотел бы, ну здесь есть много, это вопрос далеко не риторический, и на него можно ответить по-разному. Но я предложил бы, вот в контексте своего сообщения, я предложил бы вам подумать о следующем. А не является ли падение ребенка и потеря чистоты неким протестом против того, что он видит в нас, взрослых, или если он обучился уже вот этой неискренности, двойственности, ну такое страшное слово, лицемерие, если он от этого страдает, не является ли поиск человека, где бы он мог утратить свою чистоту, не является ли это местью в адрес взрослых? Это жестокий вопрос. Но этот жестокий вопрос рождается от жестоких поступков у детей. Мы же понимаем, знаем это правило великой, агрессия рождают агрессию. Почему ребенок к нам агрессивен таким способом? Почему он выражает свой протест иногда антисоциально, не говоря уже безнравственно? И значит мы не доработали. Значит мы в свое время не донесли им о том, что быть самим собой это хорошо. терпеть свое взросление благородно, иметь искреннее добровольное послушание старшим своим родителям естественно. Позвольте, ну некоторые части моей жизни, они давно не являются тайной. Позвольте я проиллюстрирую свои слова собственным примером, который не является чем-то таким. Просто чтобы далеко не ходить, чтобы было понятно, что вот это было с человеком, которого вы видите. Итак, вот мои замечательные родители, которым я при всей непростой нашей жизни чрезвычайно благодарен за все, они физически наказывали меня до 17 лет. И это было жестоко. Единственное, что спасало наши взаимоотношения, то, что я всегда получал по делу. То есть, да, 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 вот это вот похвала им, они меня наказывали жутко, но это было всегда за мои конкретные прегрешения. Вот будучи уже, так сказать, юношей, я, допустим, мог уехать в какой-нибудь подмосковный город, остаться там, но это полбеды. Я мог не предупредить своих родителей. Это серьезно. Я вообще не в Москве был. Это далеко. Они там переживали, и по возвращении я отхватывал прям вот по полной программе. Предметами разными. Если кто помнит, советские стиральные машины, вот шланг от стиральной машины, да, это вот мне знакомо. Не-не-не, а вы, я это говорю совершенно спокойно, и меня не травмирует это. Более того, когда моя мама уже там, скажем, лет 15 назад говорит, показывая на меня вот, так сказать, вот в таком вот виде, она сказала, сынок, ну вот если бы мы знали, что вот так вот будет, мы бы никогда тебя бы не тронули. А там и папа где-то рядом сидел. так вот я говорю, мам, слушай, вот если бы этого не было, то есть если бы меня и не трогали, вот этого бы не было. И это было настолько очевидным совершенно, что моя замечательная мама, ныне здравствующая, хотя и, так сказать, прибаливающая, она просто замолчала, вот нечего было сказать, но это правда жизни. Вот наше отношение спасло только то, что они меня любили таким образом, крайним образом, видя, что ничто другое не может воздействовать на меня спасительно. Так вот, ну вот что касается вот моих родителей, они такие вот, ну яркие такие люди, несмотря на их внешнюю житейскую простоту. Так я о чем? Мои родители в супружестве, ну у них один брак, они прожили много-много лет, вот папа три года назад ушел. и, ну естественно, зная, что существует какая-то другая сторона человеческой жизни, неизвестная детям, я никогда не мог подумать, что, ну как это бывает. Я просто понимал, что это то, что до меня не доносится. Более того, ну это же существует, а не доносится. С другой стороны, когда вот происходило, так сказать, моё юношеское взросление, я понимал, что да, вот это вот у нас есть, но что-то стыдно, что-то, ну, нехорошо, это мне объяснялось, это не я сам придумывал. И правда не знаю, откуда возникла спасительная мысль. Ну раз это есть, но существуют какие-то границы дозволенного, я лучше подожду. Эта мысль стала опорной, и я, в общем, дождался того, что ещё и в мастыре оказалось. Вы понимаете? Ну это то, что соблюдали мои родители. И это то, что укрепило меня, ну значит, значит так. Просто данность какая-то, и всё. Ну это одна иллюстрация. Их может быть много, личный опыт, естественно, у нас довольно богатый у всех. Вот я привожу эту иллюстрацию как пример того, пример благоприятного воздействия на ребёнка каких-то ограничений. но эти ограничения, прежде всего, я с чего начал-то, они были исполнены моими родителями в данном случае. Мне было против чего протестовать. И действительно были какие-то там, вот, но была атмосфера любви, как я сейчас понимаю. раньше об этом, естественно, не думала, особенно в том возрасте, которая не позволяла лично мне уходить далеко. Переводя, то есть суммируя вот эти иллюстрации, эти мои слова, я мог бы сказать, что сформировалась потребность беречь себя. Ну, у меня, опять же, я позволяю себе это сказать для простоты изложения. Были следующие мысли. Ну, хорошо, вот я взрослею, да, хотя это довольно рано это они у меня возникли. Но вот есть какие-то уже взаимоотношения, там, мальчики, девочки и прочее. Ну, кто-то там нравится, кто-то не нравится. Но мысль о том, что если я одному человеку скажу, я тебя люблю, другому скажу, я тебя люблю, потом, ну, еще потом, скажу, пятому-десятому, сколько раз я буду врать? Но это нечестно. Эта игра не по правилам. Вот что ребенку интересно. Правило, это неправильно. Но такое понимание взаимоотношений, ну, и оставалось опять что-то только подождать, да, когда ты встретишь человека, которому ты эти слова скажешь не ложно. и вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, оно возникло из чего? Из среды, которая благоприятствовала чему? Искренности и размышлению над собой. Что я, кто я, зачем я и так далее. В этом лично мне помогли мои замечательные учителя, не говоря уже о родителях, которые и книжки нужные подсовывали вовремя, и какая-то совместная деятельность другая была, это уже детали. Но между, так сказать, вот таким неровным, совершенно неровным подростковым развитием и пороками вставала вот эта культура отношений между мной и родителями. О Боге я думал позже. Если хотите, сейчас, да, у меня есть еще немного времени, и потом мы уже закончим доклад. Если хотите, я об этом расскажу. Бог-то здесь откуда? Вот как раз к 17 годам у меня возникло внутреннее напряжение. Я бы его назвал внутренним криком, которое было связано с наказанием. То есть я вот взрослый человек, а я школу закончил в 16 лет и поступил уже в институт, и как-то вот ощущал себя взрослым. А почему вот это все происходило, вся эта жуть? И вот этот внутренний конфликт во мне, вот как я уже сказал, дозревал до внутреннего крика. И однажды, выполняя какие-то свои домашние обязанности, простые домашние обязанности, в мое сердце вошла мысль, ну это даже не мысль, это слова, что твои родители наказывают тебя не потому, что ненавидят, а потому, что любят. Эта мысль меня поразила настолько, точнее, с помощью этой мысли был настолько качественно разрешен мой внутренний конфликт, что я обессилел физически, то есть я перестал делать то, что я должен был делать, вот я устал, пришло чувство усталости после большого напряжения, но это было не самым главным опытом. Знаете, что было интересно? Вот именно после этой мысли, которую я усвоил в своем сердце, мои родители перестали меня физически наказывать. И вот эта связь того, что я услышал и поступков моих родителей, это безусловная связь, вот она меня потрясла больше всего. Вот это явное присутствие Божие не просто в моей жизни, а в жизни нашей. Вот что нас еще больше скрепило, но меня точно к ним, их родительские, отцовские, материнские чувства, сомнения не подлежат. А вот меня к ним еще больше это все привлекло, и замечательное слово, которое мы много раз говорили, мое поведение по отношению к моим родителям, каким стало? Кто скажет? Ну, кто скажет? Ответственным. Ответственным. Кстати, у слова ответственность есть свое определение. Ответственность это добровольное и искреннее осознание необходимости заботы о себе и ближнем. очень красиво. Вот когда чистота, она вот в своем пространстве сохраняется таким образом, чтобы ребенок желал бы быть таким, желал бы оставаться самим собой, неиспорченным. А все остальные детали, вы понимаете? Это уже детали педагогической работы и так далее, и так далее. Я уже в этом останавливаться не буду. Итак, кроме самого слова Божия, какие же средства даны нам в этом евангельском делании детоводительства? Их много. Назову важнейшие из них. воспитание в родительском доме, полученное образование и культурный потенциал, личный опыт покаяния и последующего освящения жизни в ответственном христианском доброделании. Подчеркну, если не пренебрегать опытом педагогической работы, а наполнить, украсить его евангельским содержанием, то и качество преподавания возрастет, и в детях наших сформируется потребность совершенства своей личности и ответственного богопознания. Вот на этом моменте я еще хотел бы остановиться. Очень важно дорогие педагоги, дорогие родители создавать педагогические ситуации для формирования личного опыта добра у ребенка. Потому что то, что он усвоит своим деланием, мы это хорошо знаем, то и останется. А что получено будет дешево, то и легко покинет нас. Создание педагогических ситуаций для формирования личного опыта добра. Этот метод он многих и многих выручает. И вообще очень важно помнить, вот мы говорим все о совершенстве личности, об ответственности в этом процессе, но мы должны не забывать, что человек становится личностью тогда, когда встречается и самое главное, соединяется с личностью творца. Вот знаменитый вопрос Виктора Ивановича Слободчикова. Когда родился преподобный Сергий? Правильный ответ тогда, когда он встретил этого старца. То есть отрок варфоломеи он раньше родился, а преподобный Сергий вот тогда. это к вопросу о совершенстве личности. Из всего сказанного вовсе не следует, что совместная деятельность родителей и педагога и воспитанника есть их общее покаяние, но это общее стремление к качественной чистоте жизни, когда и взрослые, и дети помогают, учатся помогать друг другу в своем общем соборном движении к небесному Отцу. Вообще очень здорово, что наши дети сами того не ведая учат нас быть детьми Божиими. А покаяние, что такое покаяние? Это не грустное средство совершенствования личности человека, это выражение общей парадоксальности его земного странствования от креста к воскресению, от смерти к жизни, от переживания и осмысления личной греховности к свободной потребности не грешить. Спасибо. У нас есть буквально 2-3 минуты на вопросы. Ну да. Можно сказать 5 минут. Хорошо. Мы немножко выбились из графика, но для такого интенсивного раскрытия темы, мне кажется, мы можем пожертвовать несколькими минутами. Пожалуйста, вопросы или комментарии. Пожалуйста, конечно. Будьте добры, микрофон. Вы сказали, что родители вас перестали наказывать после этого ощущения, когда вы поняли, что они вас любят и поэтому наказывают. они это сами когда-то вспоминали или как-то объясняли, может быть? Нет. Нет, мы с ними, с моими родителями замечательными об этом мы не говорили, потому что я сразу скажу, что мы не слишком христианской жизнью жили. осмысление своей жизни с такой точки зрения у нас не происходило. Более того, что мое прибытие в церковь состоялось годами раньше, тоже свои были детали, но родители в них не участвовали. То есть не было этой связи. не было. Они не мы не говорили об этом. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Да, а вот там наверх. Сейчас Анна принесет микрофон. Ну, кому? Добрый день. А скажите, ваши родители не испугались с того, что вы пришли в церковь? Все-таки это большая перемена в вашей еще молодой жизни. Они были за или против? Ну, прямо отвечу на ваш вопрос, им было трудно. Я помню, когда мое первое евангелие мне подарил папа. Причем это было тем более поразительно, что в то время мы близко не общались в силу его занятости на работе. Ну, какое-то такое время было. и вот эта совершенно неожиданная близость его, вот именно такого уровня, да, она была для меня, конечно, каким-то новым миром, я бы сказал. Мама, помню, она на мою прикроватную тумбочку положила, естественно, кого? Фрейдриха Ницше. Да-да-да. И я, конечно, я полистал, безусловно, я полистал эту книгу, хотя не с первого раза, и я, ну, в общем, это было ужасно. Это был тяжелый опыт, но это был опыт. То есть, вот для моих родителей все это происходило сложно. Но это было еще раз, скажем, вот лет в 15. А сильный конфликт у моих родителей, ну, здесь нечего скрывать, спасибо им за все. Он был, конечно, когда я прибыл в монастырь. Мне было 20 лет, и для них вот это было непостижимо. Они спросили, зачем тебе это нужно? Я говорю, мне нужно покаяние. Ну, вот это сработало триггером таким, просто щелчком. Да в чем тебе каяться? Ну, та-та-та-та. В общем, было трудно им. Но они благословили мое пребывание в обители по-моему на четвертый год моей монастырской жизни, когда я уже вот ток-ток в священном саде был. Но папа мой скончался, доброй христианской кончиной, вот мамочка тоже причащается, хотя вот сейчас болеет. Но они довольно быстро это пережили. Я ответил на ваш вопрос? Да, пожалуйста, еще чуть-чуть. Скажите, должны ли родители, или есть ли смысл родителям просить прощения у своих детей? Конечно. А возраст? А любой. А дело в том, что важно понимать контекст, раз и, ну нет, даже не контекст, важно понимать причину, по которой родители просят прощения. То есть, если родители хотят загладить свои чувства вины, да, это у ребенка может вызвать протест и какое-то отторжение. Потому что все равно там неискренно надо быть. Все равно человек боится. А если, да, искренне бывает. Ну, вы понимаете, давайте мы вернемся, хорошо, вот замечательная иллюстрация, это мои папа и мама. Вот однажды я пришел в Успенский храм, папа собрался причащаться, он сидел на скамейке при входе, ну мы с ним как-то пообщались, я, наверное, служил, что-то такое, в общем, я не остался. И потом, когда я уже там в процессе там что-то уже читали, я к нему подошел зачем-то, а он мне не ответил на мой вопрос, я замолчал, естественно, ожидая, а он мне сказал такие слова, ты прости меня, сынок, сейчас я повторю, ты прости меня, сынок, ну правда, он один раз в жизни это сказал, но это украсило нашу жизнь, потому что она, я повторюсь, она была сложна. если вы спрашиваете о быте, то возможно, да, но вот это вот отношение, так сказать, прощения, вины и прощения, оно должно быть искренним, и все, все портит неискренность, а насколько это часто, там не часто, это все зависит от семейных взаимоотношений, от атмосферы в семье, тут вот в этом случае прямого конкретного ответа дать невозможно, но должны, конечно, должны, но это родительское чутье, когда вот понимаешь, что ты с ребенком в данном случае в паритетных отношениях нахожусь. Да. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...